А теперь мы поговорим о тех методах, когда трансплантат находится в не очень комфортных для него условиях. Например, мы сделали вести булопластику, и у нас он открытый, он установлен в принимающие ложи в операционную рану, но он подвержен еще каким-то агрессивным влиянием со стороны полости рта. Правильно? Друзья, что самое важное в данной ситуации? Соблюдение каких правил для того, чтобы у вас не умер трансплантат в этой ситуации? У него питание только от принимающего ложа, больше ни от чего. Прекрасно. А размер его имеет значение? Значит, смотрите, мы делаем вести булопластики в двух ситуациях. В зоне адентии, и применяем свободные десневые трансплантаты, и в зоне с наличием зубов. Где будет высший риск некроза трансплантата? Правильно, потому что там есть поверхности зубов, которые являются мертвыми зонами. Так вот, в этом участке тогда трансплантат должен быть больше и шире, и иметь опять вот эти дополнительные крылья для питания. А если вы делаете вести булопластику в зоне адентии, увеличиваете просто, да, на момент на поддверии, создаете прикрепленную десну для будущих каких-то своих мероприятий, там, плантологических, ортопедических, неважно, то ваша задача просто, вы его можете рассчитать, но немножко не рассчитать, может быть, меньше, больше. Вот в этой ситуации самое главное его правильно пришить и правильно отпрепарировать принимающие ложи. Как препарироваться принимающие ложи под трансплантат при вести булопластике? Достаньте, пожалуйста, все у себя вот такие вот штуки. Все, да, все готовы? Традиционный разрез, никаких там чудес нету, помокогенгивальные границы, отслаивание мышцоснежистых тяжей. И как дальше подготовить принимающие ложи для нашего трансплантата? Значит, когда-то, давно, это называлось двухэтапным методом, и трансплантат фиксировали вот сюда, вот сюда. Вот прямо в основании рецессии туда фиксировали, а потом вторым этапом делали корональное пекальное смещение, и когда уже создавали объем, перемещали. Как правило, эти операции заканчивались не очень успешно, потому что там образовывались такие рубцы, которые очень вообще плохо поддавались потом каким-либо мероприятиям. Соответственно, как-то эта методика так ушла, но альтернативы особенно никакой не появилось. И дальше было предложено, вот эта вся часть вместе с сочками, она деэпитализируется. Мы создаем, что кровоточащее, принимающее ложе с надкосницей и соединительной тканью на принимающем ложе. Для того, чтобы даже если у нас есть корни зубов, которые мы начинаем закрывать, мы сохраняли вот в этих местах питание для нашего трансплантата, ну и делаем его еще туда по крылу с каждой стороны максимально, что мы можем сделать в этой ситуации. Сколько у нас вот есть материала его, собственно, аутотрансплантата, да, столько вот он здесь выполняется. Метод несложный. Самое главное, это подготовка вот этого принимающего ложа, сохранение надкосницы. Корни зубов, если у нас есть зубы, обрабатываются по такому же протоколу, как и всегда, который мы с вами записали и обсудили ранее. Вот, пожалуйста, фиксация. Одиночным, можно петлевидным, можно просто одиночным узловым швом фиксировать к сосочкам сначала, но так просто вам будет удобнее, у вас не будет ерзать трансплантат, потому что он достаточно скользкий в полости рта, у вас еще это и ртовая жидкость, и кровь, там все это не так комфортно и удобно, как это можно показать на биологической модели, надо к этому относиться спокойно. После того, как вы зафиксировали его к межзубным сосочкам, доэпитализированным, вы начинаете фиксацию трансплантата крестообразными вертикальными прижимающими швами. Так, как там нарисовано, вам понятно, возле каждого зуба вы фиксируете. Не одним где-то что-то, а вот это все максимально-максимально прижимать. Обратите внимание, тут вы прошиваетесь суприостально, здесь вы прошиваетесь и обвиваетесь вокруг зубов в сосочки, вы нигде не прокалываете трансплантат. В данном случае все-таки ширина трансплантата будет иметь значение для его выживаемости, потому что если он будет уже, чем какая-то из самых глубоких рецессий, у него есть риск начать некротизироваться в этой мертвой зоне. Поэтому тут вы должны все-таки измерять свой трансплантат заранее, когда вы отпрепарировали принимающие ложи. Как это происходит? Вы берете парадонтальный зонт, измеряете трансплантат, который вам нужен будет, и эти размеры переносите на подготовленную поверхность на нёбе. Ну, как-то вот так это во рту выглядит. Вот здесь короткое прикрепление. Трансплантат. Нюанс. Края трансплантата нужно немножко деэпитализировать, как бы уменьшить, сделать наскос. Потому что когда вы его начнете адаптировать к принимающему ложу, у вас получится такой широкий срез, да, как будто он бугром стоит. И эта зона тоже, она мёртвая, она умрёт. И максимально вот он должен просто как вот такой, как паз туда вставать. Это несложно. Он просто по периметру, буквально полтора миллиметра до эпитализации, ничего там не будет. Немножко налёта просто может быть там фибринозного на нём. Это абсолютно не страшно. И здесь я сделала ещё вот в этой операции, вот здесь расщепила ещё немножко подслизистые такие крылышки, сделала аппроксимально от зоны операционной раны. И туда, видите, трансплантат ещё завела доэпитализированный, чтобы создать ему ещё какую-то возможность. Я объясню, скажу, почему. У меня эта пациентка чудовищный курильщик. Это наши просто враги, парадонтологов первые. Это пациенты, которые курят. Потому что у них вот эти все риски очень высокие для всяких некрозов, отторжений и так далее. Пусть они лучше пьют, чем они курят. А сейчас вообще мы столкнулись... Я не знаю, как в регионе у вас, в Санкт-Петербурге распространено вот это... Вапорайзеры. Да, и вапорайзеры. И они дают просто жуткие космически-токсические парадонтиты, которые вообще никак не привести в порядок. И, к сожалению, только отказ пациента полностью от вот этой пагубной привычки приводят к какому-то выздоровлению. В ее случае можно было спокойно все зафиксировать и сделать традиционным образом. Я просто перестраховалась, потому что она курит полторы пачки в день. Вот эти очищенные зубы, это то, что я очистила. Я еще не до конца. И вот буквально за 2-3 посещения, даже не с одного раза. Вот так это выглядит. Здесь, кстати, вот эти швы называются швы на вожжах. Они используются при таких конвертных методиках, полуконвертах, тоннелях. Я покажу их вам. Но их рисовать бессмысленно, абсолютно. Я вам их покажу на модели, потому что с ними уже пройденный вариант. Мы их рисовали, рисовали. Никто не понимает, это надо показывать. И в данном случае вот такой крестообразный шов. Но он все равно есть. Это зона забора трансплантата. Двумя крестообразными швами она ушита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова